так вот повторный тест печерезки печатной платы с изменениями работе чтобы обработка производилась одним инструментом без смены пешку так накидал на вскидку чертеж тоже прошлое были сильно тонкие дорожки продольные пришлось изменять станок у нас вот такой вот миник рабочий ход у него 200-200 шпиндель 400 ватт стоит фрезеруем омедненный текстолит сам процесс фрезеровки дорожек идет фрезеруем на подаче пока маленькой 480 миллиметров в минуту это пока только тестирующий и плюс надо будет заменить немножко инструмент у меня у фрезы сильно большой вылет режущей кромки и и отгибать может я боюсь и сломать ее при за у нас кукурузка 1 миллиметр как бы так сейчас попробую сначала найти скоростях потом буду по чуть-чуть добавлять в принципе можно сейчас добавить 10 процентов еще добавим вот мы уже фрезеруем на 640 миллиметров в минуту станок будет сам сверлить пазы и плюс делать выборку вырезку вот так вот собственно это выглядит сверху подача врезания у нас стоит 100 миллиметров их подача перемещения 640 назначился уже процесс сверления непосредственная контактная группа целью на скорости 300 миллиметра в минуту вот собственно сейчас производится сверловка под силовые провода Они у нас размером чуть больше, чем сама механизма, потому идет такая, так сказать, выработка отверстия. Провод у нас идет толщиной полтора миллиметра, потому у нас сверлом миллиметровый, а немножко увеличен отверстия. Использую круговой заход с врезанием. Вот, собственно, последняя посадочная. Сейчас у нас еще будут делаться отверстия под крепеж платы непосредственно самой. Немножко неправильную стратегию выбрал, надо было круговую использовать. Но он, видите, все равно сначала векторную, точнее растровую обработку производит, а потом круговую интерполяцию. Вот мы можем наблюдать, первое отверстие он уже нам сделал. И вот начинаю второе. Глубина у нас берется небольшая. За один проход я режу всего лишь по 0,2 миллиметра. Это сделано для того, чтобы не сломать инструмент. Просто сейчас пока идет подборка режимов, сидящие, максимально стараюсь не нагружать станок. Немножко покороче в фрезу войду, чтобы меньше был вылет режущего инструмента. И тогда уже будут совсем другие скоростя, думаю, увеличу. Так, максимально я пробовал это фрезой до 1000 миллиметров в минуту фрезеровать. Фрезеровалось отверстие. Сейчас чистовые проходы проходятся. В процессе обрезки режем мы теперь другой фрезой, гровером. Тут, к сожалению, я все-таки сломал на обрезке. Дорезал, у меня, получается, начал резать начало. И в конце, видимо, чуть-чуть подъем материала все-таки есть. У меня сломалась фреза. И вот она непосредственно в начале, как я и говорил, чего я и боялся. Подача просто для обработки стоя обрезки 800 миллиметров в минуту. Я за нее забыл. И, собственно, вот так боль вышла. Поменяли фрезу по-быстрому. Восстановили джекот. И сейчас производим обрезку. Купе подготавливал в арт-капе. Сначала у нас идет, получается, обработка вокруг векторов. Фрезой 1 миллиметр. Потом это же фрезой всверление по точкам. Расточка отверстия. И посадочные места, круговая интерполяция обрезка. И теперь обрезка по профилю идет. Ну и вот он, собственно, финишный проход. Финишная глубина 2 миллиметра. Плата приклеена на полтора дискотча. Сейчас будем доставать ее. Ну и вот, собственно, сама плата. Я ее снял, отклеил. В принципе, я всем доволен. Вот так вот она получилась. Все как бы хорошо, красиво. Но если бы я не сломал фрезу. Видите, перепад текстолита, немножко, точнее, скотча. Возможно, в толщине сыграл со мной злую шутку. Да, есть вот недосверлено немножко. Но это не проблема. Буквально на одну десяточку бы больше. Глубину бы задал. Было бы все идеально. Ну, это исправим. Это как первая. Первая плата по этой стратегии. Обработки. В принципе, меня все устраивает. Хорошо, передам электрику, чтобы проработал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.